Что самое ценное в компьютере? Возможно, это денежная плата? Ну, по деньгам, возможно, иногда да. Но это всего лишь деньги. Информации? Да. Потому что можно заменить любое железо, вышедшее из строя. Ну, это вопрос денег и времени. Но если вы потеряли информацию, то иногда она невосстановима ни за какие деньги. Если это какие-то ваши уникальные наработки, вы их теряете сразу и навсегда. Поэтому нет ничего дороже информации, на самом деле. У больших компаний, например, информация в сети стоит в сотни тысяч раз больше, чем в любое самое дорогое железо. Как вы думаете, есть угрозы для того, что хранится у вас в компьютере? Что может случиться? Вирус. Вирус, раз. Взлом. Несанкционированный воздух. Механическая полога. Механическая поломка. Ну, последняя просто электрическая поломка. Что-то может выйти из строя чисто по электрическим причинам. Где-то что-то скажет. Грубое. Самым важным устройством хранения информации, как понимаете, является винчестер. Жесткий диск. Все остальное сломалось, поменяли, поехали дальше. Вышел строй, жесткий диск. У нас проблемы. Каким образом можно, к примеру, защитить информацию на жестком диске? Такие есть варианты. Вот у нас есть какой-то винчестер. На нем что-то там хранится. Что можно сделать в случае вот таком вот нехорошем? Просто пожать в плечами и жить дальше. На бурейте используют там, допустим, второй же диск и на нем копируют информацию или другие варианты. Хорошо. Значит, первый вариант у нас идет резервное копирование. Второе, как вы сказали? Половина информации на этом, половина на этом. Через раз оттуда читать. Это для скорости диска. Так называемые отказоустойчивые массивы независимого диска. Что нужно сделать с этими массивами? Ну, во-первых, диска должна быть больше одного. Понятно, что если у нас один умирает, у нас где-то должна храниться информация. Правильно? Поэтому в простейшем, самом простейшем варианте, просто добавляем еще один жесткий диск. И пишем информацию одновременно сюда и сюда. Отказоустойчивость у нас полная. Выход из строя жесткого диска не влияет ни на что. Вы его не заметите никак, кроме как по сообщению системы. Что этот массив находится в угрожаемом состоянии. И в последующий раз и все умерло. Какой у этого массива недостаток глобальнейший? Не-не-не. Ну почему? Мы медленнее нечестер. С точки зрения системы все равно куда писать. На один диск или на два, это производится у контроллера. Какой он может быть глобальный недостаток? Цена. Мы теряем ровно половину емкости массива. Хорошо, если у нас два нечестера вместо одного. А если у нас 20 вместо 10. Это уже начинает очень здорово кусаться. При этом скорость работы для двух дисков равна скорости работы для ночного диска. Как можно ускорить массив? Писать по очереди разного. А чтобы увеличить кассу за устойчивость, можно еще в третий писать, допустим, патрульную сумму. Чтобы я сходил и вышел из строя, то выяснили. Есть вариант, на самом деле. Вариант какой у нас есть? Совершенно верно вам сказали. Мы пишем половину информации сюда, половину сюда. Вариант по сравнению с единочным диском, такой массив надежнее или менее надежнее? Почему? Если один сбор потеряется, то информация будет доступна. Недоступна будет вся информация. Но фокус еще в том, что чем больше дисков мы добавляем вот такой вот набор, который называется RAID 0, тем хитрее у нас получается. Предположим, что надежность этого диска, ну, предположим, 0,9. Патрульную сумму 0,9 и этого 0,9. Какая надежность у массива диска? 0,81. А если мы добавляем третий диск, сколько мы получаем надежности? 0,720. Совершенно верно. Таким образом массива с трех дисков у нас уже заметно ненадежнее вот эта. Но хуже того, есть еще одна угроза на RAID 0, к чему его применяют достаточно редко. Угроза эта заключается в том, что все диски немножко разные. Все диски немножко разные. И для бытовых дисков параметр времени доступа просто ненормирован. Поэтому мы начинаем писать сюда первый блок, сюда второй. Этот фенчестер не успевает. Мы начинаем писать третий блок, он выдает неготовность. Рук. Сейчас приехал. Поэтому массивы RAID 0, они не зря называют цена, поскольку отказ-устойчивость не обеспечивает вообще никакой. Хотя, по сравнению с третий, конечно, здесь двойный, с утра, он здесь теряется. Зависит только от емкости того, что у вас имеется. Как мы можем сделать отказ-устойчивый массив? Ну, писать отдельно сумму или какую-то другую медическую операцию. Чтобы, допустим, некое А, Б и что-то еще можно было расставить любой из этих трех при потере одного. Совершенно верно. Первый вариант. Хорошо. Еще один вариант. Делать копию диска. Первый и второго делать копию. То есть, практически создать вот такой вот массив, его вот таким вот образом получится у нас. Рейд 10. В чем проблема этого массива? Скорость у нас увеличилась. Мы одновременно читаем информацию из двух дисков. В чем проблема? Ответ на доске, на самом деле. Дорог. Дорогая? Совершенно верно. По цене он ровно такой же, как Рейд 1. Мы теряем ровно 50% емкости дисков. То есть, пока у вас 4 диска, это еще терпимо. При 10 это становится проблемой. И не только по проблеме цены, но и по посадочным местам компьютера. Потому что 4 диска вы еще поставите, а в 10С не бывает, что настольный компьютер должен просто найти место. Ну, эти контрольные информации. Каким образом ее можно будет засчитать? У вас была двоичная мыка? Да. Хорошо. Вот у меня есть набор из одного пайта и с другого. Что с ним можно сделать? Какую операцию провести, чтобы на двух не получить контрольную сумму? Ну, сумму сложения можно. Мы уйдем за разряд. Опять же идем за разряд. У нас контрольная сумма не должна превышать их по размеру, иначе смысл. Разность. Разность, да. Можно и разность. У нее, на самом деле, есть интересная операция, которая позволяет гораздо проще и быстрее работать. Включая градусы, включающие или прошател, оставить единицу. Тогда, когда у нас одна единица с разным в разряде. То есть здесь у нас две единицы. Ставим 0. Здесь одна единица. Здесь у нас совпадают разряда. Ноль. Совпадает. Ноль. Совпадают. Ноль. Совпадают. Ноль. Различаются. Единица. Совпадают. Ноль. Чем угрожает операция? У нее нет никаких переносов, и она может параллельно выполняться для любой длины слоу. Практически скорость обработки зависит только от разрядности процесса. Если у нас 31-разрядный процессор, мы берем сразу 32 разряда. В один такт мы получаем контрольную сумму. Если у нас 64-х, то еще в два раза быстрее. Если мы используем векторные вычисления, то мы можем до 128-256 разрядов за один такт обработку. Очень быстрая операция. Соответственно сюда мы пишем контрольную сумму. И в случае, соответственно, выхода из строя одного из жестких дисков, мы проводим обратную операцию. Берем контрольную сумму, берем контрольную сумму, и вкладываем ее в эту обратную сторону, сделаю, чтобы интересовывать. Сохранившиеся информации. Потому что само алгоритмы исключающие 0 и 1. 1, 1 и 0. 1, 0 и 0. 0, 0 и 1. 1, 0 и 0. 0, 0 и 1. 0, 0 и 1. 1, 1 и 1. 0, 0 и 1. 1. 0, 0 и 1. 1. Похоже? Положим, у нас здесь страница контрольной информации. Здесь, соответственно, первый, второй блок, девятый, четвертый, пятый. Здесь хранится контрольная информация на шестом диске. Здесь у нас пять блоков. Мы все вот так вот столбик сложили, провели над ними исключающие, получили контрольную сумму, записали на шестой диск. Работаем, все хорошо, все довольны. Внезапно. Щелк, дым пошел с четвертого диска. Что начинает происходить дальше? Ну, это помню. Физически понятно, что надо срочно выкинуть и поставить новый. Что происходит с точки зрения работы с файлами, которые здесь хранятся? На время, посмотрим. С первыми, тремя, может быть, ничего не… Здесь файл расцепан на кусочке. Для скорости, чтобы сразу несколько дисков работать. Цепная реакция. Ну, как цепная реакция, все будут строиться. Ну, как цепная реакция, все будут строиться, все будут замены. А смысл вам делать, как того, в случае, в МСИ, то есть он весь будет строить? Это длиночного отказа. Ну, пока четвертый диск не заменит, такая система, может, не будет. Фокус в том, отказа устойчивого массива, что работать она будет. А, и используя файл, мы, наверное, используем? Совершенно верно. Мы на лету производим с оставшимися данными оператором, включающими ИЛЯ, и на выходе мы получаем то, что хранилось на утерянном диске. Таким образом, все данные на этом массиве при выходе из строя диска остаются доступными. В этом, собственно, и его и прелесть. Вот, сложно 1, 2, 3, 5 и контрольная сумма примерно вот так. Операция, включающая выявление над сохранившимися данными, в основном в итоге то, что мы потеряли. В результате пользователь заметит лишь незначительное отнижение скорости доступа и увеличение времени открытия записи файлов на производство вот этой лишней процедуры контроля. Есть еще интересный нюанс. Что будет после окна заменять этот диск? Можно у него кислорубички записать. Ну, понятно, но и по той же процедуре вычисляем. Что происходит с массивом твоим? Работает. Работает. Как? Обычно. Нет, не как обычно. Дело в том, что пока мы производим доступ к каким-то частям данных, скорость у нас снижается совершенно незначительно. А вот когда спускается процедура восстановления, то идет посекторное чтение всех сохранившихся дисков, учисление утраченной информации и записи ее сюда. То есть во время восстановления весь массив работает с максимально возможной нагрузкой, определяемой только возможностями процессора по расчету недостающего. Этот момент восстановления массива является самым опасным во всей его деятельности. Во-первых, из-за нагрузки. А во-вторых, могут вылезти сбои, так называемых холодных данных, к которым никто уже три месяца не обращался, но они находятся в сбойном секторе, скажем, на третьем диске. Никто не знал, что он сбойный. Просто не знал. Вот к ним пошло обращение во время восстановления. У нас этот диск еще не восстановился. И вылетает вторая ошибка. Здесь у нас вылетела и ладница, восстановление невозможно. В этот момент мы теряем прописио. Припуле. Но можно шахтную сумму считать. Не сумму, а чем-либо. По еще другому алгоритму считать. Тогда он будет тоже восстановлен. А куда писать? Еще один диск. Тогда... Существует еще диск. Диск и массив, так называемый, в шестом уровне. Он интересен тем, что собирается минимум из четырех дисков. Но у него два хранилища контроля информации. Такой массив устойчив к вот такой проблеме. На самом деле RAID-6 появился после того, как RAID-5 был запущен в массовую эксплуатацию. Все были довольны, а потом получились проблемы вылета при восстановлении. И тогда эту проблему пришлось решать. У всех этих массивов есть одно общее узкое место. У тех, что я нарисовал. На самом деле даже не RAID-5, если честно. Это RAID-4, если честно. Какой недостаток вот этого массива в случае выхода из строя и ночного диска? Насколько снизится его быстродействие? На одну пятку. Ну, на самом деле, не на одну пятку. Потому что у нас, помимо вот этого вычисления, любое чтение из любого диска будет сопровождаться обращением к одному единственному диску с контролем информации. То есть он превращается в так называемое горячее пятно. И становится узким местным системой. Как это можно избежать? Два, делать или больше. Сделать несколько сортов дисков. Ну, это уже кусается и по объему теряемому, и по скорости работы. Потому что нужно писать дополнительную информацию. Что можно придумать? Гравномерно распределить его массиву. Таким образом он будет выжить. Ключистер навестит побольше. У нас здесь идет блок А, здесь блок Б, здесь и контрольная информация. А дальше мы делаем вот что. Мы пишем блок С сюда. А блок Д куда? Блок Д мы пишем на третий диск. А сюда контрольная информация. Аналогичным образом мы поступаем и дальше. Е и Э у нас идут сюда. И контрольная сумма пишется вот сюда. Таким образом у нас данные равномерно перемешаны. И при любом выходе из строя, любого диска, нагрузка на чтение записи, на оставшуюся, остается примерно одинаково. Не возникает горячего пятна, которому идет обращение при любой операции чтения записи, который постоянно в перегрузке. Помимо того, что нет горячего пятна, мы еще получаем повышение производительности. Потому что мы не упираемся в производительность одиночного жесткого диска при записи контрольных сумм. Понятно, да? Идея. Вот это вот, вот это. Настоящая ретка есть. Существуют массивы и второго, и третьего уровня. Но они существуют только в теории. На самом деле, потому что используются непростые, но очень требовательные к количеству дисков, дисков алгоритма коррекции. Например, код Хоффмана Сухольда. Суть в том, что на 8 бит информации приходится закладывать 3 бита для коррекции ошибок. Соответственно, минимальный размер массива у нас получается 11 дисков, из которых 3 заняты, на бесполезное хранение на контрольных сумм. Неконтрольных сумм в другом числе. Соответственно, он не применяется. Рейт-2. Его когда-то применяли на больших машинах, когда собирали пакеты из накопителей, сейчас он не применяется. Рейт-3 отличается от него тем, что то же самое, но для блоков сделан. Только код Хоффману, но это тоже никому на самом деле не надо. Есть еще один вид массива, который сейчас появился, и в котором пытаются сочетать производительность Рейт-0 от каждого устойчивого зеркала Рейт-1, но при этом минимальный необходимый набор 3 диска, так называемый 1Е. Суть его следующая. Никакие контрольные суммы не вычисляются. С точки зрения процессорной нагрузки он практически бесплатен. Вот как обычная Рейт-0, Рейт-10, он же 0-1. Но информация пишется на два любых диска. Всякая эта версия. Примерно вот так. То есть в этом массиве у нас есть не меньше двух точек хранения любой информации. Теряем мы здесь сколько по ЮНКС? Одну треть. Хорошо наверно. Теряем одну треть, а не половину. Как, например, у чистого зеркала Рейт-10. Но, в отличие от Рейт-0, во сколько раз мы увеличим здесь производительность? На трех дисках. Теряем два. Совершенно верно. Теряем мы получим трехкратное увеличение производительности. То есть всего двухкратное. Но отказ устойчивости. Ну, если, допустим, один здесь приходится строить, то одна треть информации, когда будет хотеть. Какая? Ну, вот, допустим, если здесь К вышло, то тогда... Что мы потеряем? А, вы у нас же там здесь. Сейчас, а если... А Е там дальше, да, продолжается? Следующая строчка с Е Е, да, на первом-втором диске. Ну да. То есть там оно пошло дальше. В поле в конце диска. Ничего не теряем. Ничего не теряем. То есть это отказ устойчивый массив. Сторожен тем, что у него относительно пристойная потеря для домашнего применения 30%. И он дается это удвоение производительности. Сейчас его стали применять в маленьких накопителях. Ну, настольные такие видали, нет. Продаются. Сетевые накопители. Вот там на три диска такая штука применяется. И давайте пробежимся. Тут проблема, которую нас могут подстерегать. Это не массива вообще. Что может нас ограничить в производительности подобных массивов? Ну, понятно, что мы можем ставить диски, хоть там до потолка, сотни тысяч дисков. В чем мы можем застрять? Процессор. Хорошо, так, процессор. Час. Цена на деньги. Ну, стоимость вычислений, где-то да. Примерно да. Подсказываю в сторону процессора, подумать еще немножко. Оперативная. Ну, отчасти. Что такое жесткий диск? Чем он характерен? Чем он отличается от других устройств компьютера? Ну, он снять данное действие? Нет, с точки зрения производительности. Самоведленный? Механический. Он механический. Поэтому он очень требовательный к времени работы всех компонентов. Поэтому, что мы можем получить в данном приятном случае? Вот у нас есть компьютер. Вот мы к нему присоединили счастливые и довольные три диска. Козлы из них RAID-5. На нашем любимом процессоре выпустили что-то хорошо считающее. Загрузили все четыре ядра под самую пробку. В этот момент мы хотим что-то записать. Что будет? Сломать чью. С чего как сломалось? Вхлаждение работает, электричество работает. В чем дело? На самом деле, произойдет достаточно забавная штука. Мы направляем данные на запись. И им встает очередь на расчет. Процессор занят. То есть мы что-то рассчитали. Отдали команду на запись. А данные на жесткий диск не отражены. Процедуры записи наносить не произошло. Поскольку процессор занят, им некогда рассчитывать контрольный слой. Вот в этот момент, если у нас наргает электричество, куда деваться? Может еще один процессор, который будет просто считать наш рейд? Да. Решение совершенно верно. Вид сбоку называется. Такая штука называется рейд контроль. Применяется в больших системах, потому что в домашних очень редко бывает подобная ситуация. Как правило, какое-нибудь ядро можно найти через несколько секунд. Процессор, который содержит, собственно, контроллер. Вот в ротких дисков, скольки-тофайнальные. Двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое. Специальный процессор для заполнения процедуры XOR фактически. Специализированный. И некоторое количество оперативной памяти. Поэтому, когда мы отдаем команду на запись, данные помещаются вот сюда. Дальше пережевывает специальный процессор, который всегда свободен, у которого нет другой работы, кроме как служит наш массив. И потом он управляет данные на контроллер, который распределяет их по диску. Хорошо. Какой-то огурный камень здесь. Должно? Ну, эти платы стоят. Да, хорошо. Еще раз мы говорим про надежность данных. Хранение данных. Где здесь опасность? Процессор может встроиться. Ну, выход из строя это выход из строя. Тут ничего не поддержишь. Именно опасность, которую можно предусмотреть, с которой можно спрямиться. Опасность в следующем. Быстродействие вот этой вот связки не бесконечно. Не бесконечно. Поэтому, если мы таким для увеличения производительности наращивать вот эту вот оперативную память, когда мы скидываем данные в газопись, мы можем столкнуться с очень пакостной ситуацией. Мы их сюда скинули. Они еще не успели пройти на жесткие диски. Этот момент подключается электричество. У нас то, что было здесь. Здесь бывает много. Даже гигабайты. Многие гигабайты бывают. Сделать нам ручку. Чарить процессор? Нет. Конечно, можно поставить гораздо больше, увеличить скорость. Но все равно у нас в каждый момент времени записи здесь есть не отображенные на диске данные. Хорошо. В каких случаях оперативная память теряет хранящуюся ней информацию? А, а может быть там поставить, батарейку подключить? Совершенно верно. Вешается блок батареи, ну, на обычном вот такой нашел ставец-санконтроллер, который до двух недель, ну, в разных вариантах, обеспечивает хранение информации от этой памяти. То есть, если мы в течение двух недель включаем систему, первое, что надо делать, дозаписывать то, что было отправлено на запись в момент включения электричества. А что вы сейчас сказали? Вот, когда подключается электричество, взять, используя эту энергию, записывается на жесткий диск и увеличится. Так не проще? Проще, но питать жесткие диски достаточно сложно. Они прожжетные. То, чего хватит на неделю вот этой памяти, я не уверен, что хватит на 15-20 секунд работы жестких дисков. Жестких дисков процессор, замените, он тоже кушает. Смотрите, там авария блока питания, компьютеры, да, хотя в сети все хорошо, упс тянет. А авария блока питания. Все. Диск отключается первыми сразу же, только по PowerBook, потому что он сломается, если на сбойном питании будет. А система-то думает, что данные не просто в контроле, что они уже записаны в операционную систему. Система не знает, она ей как правило и все. Это может быть неприятно. Хотя, с внутренними бесперебойниками бывает. Бывает. Когда-то были бесперебойники, в форме фактики тоже платы, которые вставлялись просто внутри компьютера. в случае пропадания напряжения, там обеспечивали какое-то время аварийной работы, вылетки в промышленных системах. Так, еще вопрос. Буду постирать. Каким образом мы можем обеспечить либо большую надежность, либо большую производительность работы вот такого вот контроллера? Два варианта его работы. Первый вариант мы сейчас рассмотрели. Когда мы сюда все складываем, в объемной оперативной памяти обрабатываем его валюту. Второй вариант такой есть. Мы не используем эту память как промежуточное хранилище. Сначала свалили, обработали, записали на диск, только после этого идет следующая порция информации. Так называемая прямая запись. Это надежнее, но мы можем очень быстро потерять скорость. Потому что здесь еще нет и оптимизации запросов, и подобные вещи. Подавляющее большинство внешних контроллеров по умолчанию работают в режиме прямой записи. Отложенную запись можно включить только руками, если вы этого сознательно хотите. Но, опять же, многие контроллеры без батарейного блока не разрешают включать отложенную запись. То есть пункт у него есть, но он не убирается. Потому что это, что у вас серьезные индикации в случае аварии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...